привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня я покажу еще небольшой рецептик из своей коллекции будем солить сегодня икру сазана делать малосольную икру из сазана вот последних видео увидели я поймал на пару сазанчиков и в одном была икра видите икру я сделал убрал удалил из нее все до одной пленочки жил очки там какие-то кровеносные сосудики икра у меня чистенькая ведь абсолютно чистая никаких нет у тебя ничего не висит важный момент вот так вот надо разделить удалить всю дрянь из икры дальше если нужно сделать следующее будет у меня примерно пол литра икры получилось 1 сазанчика сейчас я перевожу в кастрюльку и на печку меня кипит звук сейчас беру примерно так не пол литра икры и я кипячу сейчас на плит на печке он и кипит полтора литра по звука на полтора литра по звука я беру 10 столовых ложек соли и 3 ложки сахара все никакие спец ничего не добавляем просто таким тузов только прям кипящий сейчас мы возьмем вот звучок у меня кипит я его выключаю сейчас номер за 5 и половину от этого объема из меня полтора литра выливаю прям кипяток выливаю вокруг и делаю следующее вот такой быстренько ее при спаривая краска за на этого него засела икра и в ней могут быть всякие поразительные хорошие и чтоб себя безопасно и надо обязательно пришпаривать кипятком буквально сколько тут 10-15 секунд при спариве сейчас не вертили на носить а доходе откинул грунт и так она приобрела такой красивый оранжевый цвет и выливаем перни и остатки по звукам первый раз путь были нам с нее какая-то просто может было вот мы вылили остатки до звука в эту икру засекая три минуты иконочек нету икра абсолютно чисто и любую подай кушать вот и за ним тянет такая попляет это хорошо засекаем 3 минутки буквально и добавим ее опять на дружочек даем стечь вот друзья и про меня на дружоке стекла стала такая вот жесткая рассыпчатая зерновая так сказать но она еще не готова сейчас я приложу ее прозрачную тарелочку чтобы было видно на какого она цвета она еще горячая сейчас не идут процессы так сказать инически всевозможные и нам нужно дать не хорошо остыть и просолиться для этого на сейчас вещи у нас это будет деликатесом накроем сухой тарелочкой любой крышечкой в баночке может приложить и убираем это дело на наш холодильник а утром завтраку будет деликатес вот смотрится будет утром ну вот друзья икра полностью просолилась на постояла у меня ночь в холодильнике вот такая вот она рассыпчатая никаких пленочек нет абсолютно однако одной зернистая единственное что знаете что я попробовал немного соленовато чуть-чуть сократите время выдержание в рассоле не три минуты а минуты полторы минуту этого будет более чем достаточно будет когда малосольная и вкусная намазывать можно на хлебушек маслица утром бутербродик сделать кто-то любит залить ее растительным маслом покрошить до мелко лочку тоже будет вкусно такой вот замечательный продукт получается из икры сазан по вкусу почти как ничем ничем не хуже если что размеры клинок может быть помельче а так вкусная рассыпчатая она не может быть невкусной гораздо лучше чем то что продается в банках под названием там скажем икра минтая соленющее и газопроизм невозможно вот мой рецепт пользуйтесь на здоровье у кого какие-то вопросы пишите в комментариях вопросов никаких не должно быть и показался всем кому понравилось ставьте пальцы вверх кому не понравилось пальцы вниз не забывайте подписываться на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем до встречи дальше еще будет интересненько пока